ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Он связан прежде всего с тем, что существует интернет. И он уже не один такой. Сюда также смело можно отнести Валерия Соловьев, Екатерину Янгалычеву и так далее. И уже ясно, что они всего лишь первые ласточки. Платошкиных, Янгалычевых, Соловьев будет еще много. Вернее, очень и очень много. Но Платушкина нельзя не выделить как блестящего интеллектуала, что в нашей политике, увы, очень редкое исключение. И именно этим, я думаю, он и привлек к себе людей. Людям просто уже надоело смотреть на экране на откровенно недалеких людей. На Путина, на Зюганова, на Жириновского. Причем даже на Жириновского. Тот уже тоже настолько всем надоел своей комнаты, что она скорее отвращает от него людей, а не привлекает их к нему. Нормальных же людей номенклатуры уже давно не выпускают на телевизионные экраны. После того, как власть Великого Путина более или менее закрепилась, там осталось место только для номенклатурного начальства и для его халуев. Но, к счастью, появился интернет, а значит и трибуна, для действительно умных и высокообразованных людей. Для меня также важно, что Николай Платошкин человек левых убеждений. Но при этом не коммунист, а социалист. Я, понятно, много лет был коммунистом. И был коммунистом не ради карьера, а потому что искренне верил в эту идею. А также верил в то, что в бедах нашей страны виновата не эта идея, а ее сталинская уровневая интерпретация. Так называемый научный коммунизм. И нужно отметить, что научный коммунизм так и не был приведен в соответствие с настоящим коммунистическим учением и после разоблачения культа личности Сталина. Что при Хрущеве, что при Горбачеве. Но я и не социалист, как Платошкин. И давно уже убежден, что будущее за новым левым учением. Учением ноосферным. Мы еще не начали разговор об этом учении, но предварительный разговор уже идет. В моих роликах Роберт Бартини и циклах моих рассказов о моем романе «Темное пламя». Ссылки на ролик Роберт Бартини и на плейлист рассказывал о моем романе «Темное пламя» будут на конечных заставках. Не так давно я на моем канале на Дзене опубликовал статью Николаю Платошкину предъявлено обвинение. Вот как она выглядит. Эта моя статья стала ответом на статью на странице Николая Платошкина ВКонтакте. Статья эта называется «Торжество абсурда и идиотизма». Вот как выглядит страница Николая Платошкина ВКонтакте. Так вот, указанная моя ответная статья на нашем канале на Дзене стала хитом. У нее сейчас уже более 47 тысяч засчитываний. И она там сейчас, так сказать, абсолютный чемпион. Что? Для этого канала пока редкость. Он у меня создан только 24 июля, и ему нет еще и полгода. Почему так произошло? В статье я впервые подчеркну, в чем категорически не согласен с Платошкиным. А именно с его постоянным воспалением Советского Союза и Сталина. До того я Платошкина практически всегда и везде поддерживал. Под статьей уже более 1800 комментариев, и ссылка на нее, понятно, будет под роликом. Тому, кого заинтересовал этот вопрос, думаю, нужно ее прочесть. Почему я категорически не согласен с посволением Платошкиным, Советского Союза и Сталина, и почему меня это крайне настораживает, я расскажу дальше, в следующих роликах. Думаю, о данном политике их нужен специальный цикл. Впрочем, кое-что уже можно понять из моего ролика, почему у Путина не получилось поднять Россию с колена, и что такое политоризм. Ссылка на него есть в подкастке. Если понравился ролик, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Делитесь роликом в социальных сетях и на других ресурсах. Пишите комментарии, смотрите мои аналогичные ролики. Какие именно вы видите на конечных доставках. Субтитры сделал DimaTorzok